Всем привет! Я рада видеть вас на канале. Не забудьте подписаться и поставить лайк на это видео. Сегодня будет обзор на тревоги в Синдии Хэнд, который называется Неземная. И включает она в себя три книги. Первая называется Неземная, вторая называется Священная, а третья называется Свободная. Уже сразу могу отметить минус этой серии в бумажном варианте в том, что у книг отвратительнейшие обложки, потому что эти иллюстрации выполнены, видимо, на компьютере, и графика просто ужасная. Ну и еще одна такая небольшая проблема. У первой будет участие бумага белая, а у второй желтая. Что я могу сказать? Трилогия меня приятно удивила. Когда я читала Неземную, у меня сложилось впечатление, будто я, знаете, перенесла с детьми на 10 назад, когда все читали Голодный и Гребегущий, Велинти, Дилер и Энтерти Джексон. И вот от этой трилоги идет точно такой же вайб. Но я бы сказала, что на фоне таких современных авторов, которые пишут в жанре фэнтэси, как Лиа Арден, Сарма Асса, Дженнифер Армитроуд, это выглядит реально по-детски, но тем не менее, мне кажется, эти книги вполне могут найти своего нескушенного читателя, который хочет прочитать простую литературу. На самом деле я бы не сказала, что это фэнтэси, потому что, во-первых, это смесь, как мне кажется, городского фэнтэси, то есть события происходят на земле, в реальном мире, но Ангелы, да, это что-то неземное. И здесь больше упор на любовную линию, то есть это такое городское любовное фэнтэси. Ну, теперь давайте по порядку о каждой книге. Первая часть трилоги называется «Неземная». Из аннотации мы узнаем, что в центре сюжета 16-летняя девушка Клара, которая является полукровкой. Она наполовину человек, наполовину ангел, то есть в ее жилотчет ангельская кровь. И у каждого представителя ангельской расы есть некое предназначение, которое они должны выполнить. И, по сути, для этого предназначения они рождены. И девушку посещают видение о том, что она должна спасти некого парня от лесного пожара. И, в принципе, на основе этого видения и выстраивается сюжет первой части. Для того, чтобы отыскать этого парня, Клара вместе со своей семьей, живет она с матерью и с братом, которые также являются ангелами, переезжают в маленький городок и она переводится в другую школу, где, как мне кажется, учится этот самый парень. Но с этим видением не все так просто, потому что оно дает некие обычные фрагменты. И Клара не знает, в чем, собственно, звучит все предназначение. Должна ли она его спасти? А когда она его должна спасти? А чего она должна его спасти? То есть, по ходу сюжета, это видение дополняется и адресовывается новыми деталями. Но во время, скажем так, своего выполнения, своей миссии, Клара встречает другого парня, Такера, и она к нему влюбляется. Он обычный парень, ничем не примечательный, такой простой, добротушный, работает на ранчо, и у них завязываются, скажем так, отношения. И вот непосредственно к концу книги Клара сталкивается с таким вопросом, с дилеммой, кого спасти во время пожара? Кристиана, парня из ее видения или Такера, свою любовь? И главная героиня делает решающий выбор, который изменит ее судьбу. Что могу сказать? Во-первых, у книги очень легкий слог. То есть, на всю трилогию я потратила три дня. По крайней мере, мне нравится, подпишет Синди Ахрен. Видно, что это подробуски, да, здесь есть некие подростковые слова, выражения, но это не так режет слух, как у других современных книг. Здесь это все смотрится достаточно уместно и нормально. Плюс меня порадовало, что в книге есть различные отсылки на жизнь в Америке. То есть, какие-то шоу, фильмы, флоганы каким-то модфильмом. Подробные отсылки я очень люблю и сразу становится впечатление, что это действительно нечто реальное, что это имеет место быть. То есть, как написано книга, в принципе, у меня претензий нет. Что касается посредственно сюжета и мироустройства. Я считаю, что для романтического френтуса сюжет написан достаточно неплохо. То есть, у нас есть некая цель, которую должна выполнить Клара, и есть любовная линия, и это видно. В центре сюжета у нас любовный треугольник. Я такое не люблю, потому что все время Гириня выбирает не того парня, который нравится мне. И в этой книге также это правильно подтвердилось. Гириня выбирала не того, кого хотела я. Но не буду раскрывать. Любовный треугольник по мне прописан здесь плохо. То есть, автор в рейду как нам дает правноправные сцены, то с одним парнем, то с другим парнем. Если читать внимательно, мне кажется, можно догадаться, кого в итоге выбирает Клара. Потому что, ну, это чувствуется, серьезно. И хотя до конца третьей книги нам не дают конкретного ответа, с кем она будет, потому что здесь есть и драматические моменты с расставаниями, и романтические моменты, но все равно окончательный выбор очевиден, к сожалению. Любовный треугольник я не люблю, и прописан он просто. Вот нет такого ощущения, что Гириня мечется между двумя парнями. Вот у меня не сложилось такое чувство, что она реально не знает, кого выбрать. Что касается мироустройства. Я делаю скидку на то, что это все-таки подростковая фэнтези, и делаю скидку на то, что это романтическая фэнтези. Плюс ко всему события у нас происходят, скажем так, в реальном мире, в Америке. Но, тем не менее, для своего жанра, для своей воскресной категории, мироустройство прописано неплохо. То есть, есть достаточно много моментов, которые поясняют, как устроен ангельский мир. В книге достаточно много информации об англо- и ангельском мире. Например, мы узнаем, что не все, скажем так, полукровки одинаковые. То есть, есть, например, димидусы. Это те, кто на половину ангел и на половину человек. Есть квартариусы, которые на третий человек и на одну третью ангел. Также есть чистые ангелы, которые только мужчины. Мы, например, узнаем, что у каждого ангела есть предназначение, причем оно может быть не одно. Также мы узнаем о том, что есть чернокрылые. Это падшие ангелы, которые источают невомерную скорость. Из-за этого они не могут, например, летать. Но, тем не менее, они не могут превращаться в птиц. Это те ангелы, которые, ну, как бы предали бога, не выполнили свое предназначение. И они почему-то охотятся за, скажем так, ангелами и ведут какую-то войну. Но об этом чуть позже. Различные факты об ангельском мире, в принципе, достаточно неплохо впечатлены в сюжет. Мы это узнаем из различных сцен, из диалогов. То есть там не просто выводили информацию, вы вот воспринимаете ее. Мы узнаем по ходу книги. Причем различные факты появляются и во второй, и в третьей части. То есть авторы постепенно нам развивают мироустройство. Единственный вопрос, который у меня остался, это почему представители ангельской крови не могут распознать друг друга. Они не могут почувствовать перед ними человек или перед ними ангел. И только 16-летняя глава, которая есть, скажем так, эмпатические способности, может распознать высших ангелов и падших ангелов. А полукровок она не чувствует. И вот возникает вопрос, почему? Они вроде как неземные создания, но они не могут распознать себе подобных. Что касается главной героини, многие называют ее Мэри Сью, потому что она идеальна. Но я считаю, что это достаточно необоснованно. Автор в своей книге поясняет, что те люди, в чьих живот течет ангельская кровь, намного сильнее, быстрее, красивее, чем обычные люди. И поэтому различные способности моего нагеления, что она, например, с легкостью ободевает школьные программы, что она быстрее бегает, чем другие люди, что она красивее. Это все объясняется тем, что в ее живот течет ангельская кровь. А то, что она, например, наступила к парню на ноги, вопремя танца, ну, это объясняется простым волнением. Все-таки она, ну, что-то имеет и от человека. Решить какую-то школьную задачу по математике и научиться летать или призывать венец, это совершенно разные вещи. И этому действительно нужно учиться. Поэтому говорить о том, что главная героиня Мэри Сью, которая совершает какие-то оплошности в удобные моменты, достаточно глупо. То есть в рамках мирового строства ее способности и поведения объяснено. Единственный момент, который меня немного смущает, это обложка. Если вам видно, то у Клаби черные грылья. Почему они черные, непонятно, поскольку такой цвет только у падших ангелов. То есть это либо спойлер, что главная героиня не выполнит предназначение, станет падшей, либо это просто какая-то обложка из художников, потому что картинка абсолютно не отражает того, что находится в сентябрании. Еще один момент, который мне очень понравился в этой книге, это то, что автор не забывает его героев и подростки. И при этом сюжете действительно много различных моментов. Из бытовых сцен, школьные сцены, там танцы, какие-то уроки, праздники, свидания, когда главная героиня проводила время, то на лыжном курорте, то еще мне нибудь. И мне подобное очень понравилось. В целом эта книга мне очень понравилась, и я ей ставлю 5 из 5, и я однозначно люблю прочтение. Но что по поводу сынных частей, будет чуть позже. Это был обзор на книгу Синтия Хэд, не зимная. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Смотрите обзоры на вторую и третью часть в следующем видео.